А еще день Петра и Февронии когда-то считался моментом наступления полной зрелости луговых трав. Сейчас в регионе полным ходом идет заготовка кормов. Своевременно убранное сено, сенаж и силос – залог здорового и сбалансированного питания скота, а значит и прибыли для фермеров. За уборкой наблюдала Юлия Датц. В хозяйствах области объявлена мобилизация, идет заготовка кормов. Аграрии стараются использовать каждый погожий час, ведь если о зимнем дне сейчас не позаботиться, потом наверстать упущенное не получится. Своевременная уборка лугов гарантирует как высокое качество питания животных, так и получение полноценных последующих укосов. Урожайность где-то в пределах вот в этом году, хотя май месяц был засушливый, но и то у нас составляет 150-160 центеров с гектара. Это достаточно для седьмого года пользования нормальной урожайности. Травы естественного происхождения, сейные многолетние бобовые, злаковые и бобово-злаковые травосмеси – однолетние травы. Все это сырье для заготовки сена, сенажа, силоса. Я был начальником комплекса, у меня было 7 тысяч скота, там 8 тысяч заготовляли. А здесь сейчас у нас 700 коров, поголовье общее, значит, с малышами полторы тысячи, и мы ежегодно заготовляем по 11 тысяч тонн кормов. Эта цифра, я бы сказал, большая. Во всем мире сегодня наращивают производство сенажа из-за его высокой питательной ценности. В этой агрофирме также наибольший удельный вес занимает этот вид корма. Для его получения машина с зеленой массой с поля отправляется на так называемую силосную яму. Это вмещает полторы тысячи тонн. Здесь будущий корм поливают специальной бактериальной закваской. Один литр закваски биосиба на 60 литров воды – это рабочий раствор, который идет потом на приготовление 100 тонн зеленой массы на сенаж. Там бактерии, они же размножаются у нас постоянно, там большой концентрации не надо. После обработки раствором нужно избавиться от воздуха. Для этого используется трактор. Кислород вытесняется, сенаж уплотняется. Когда эта процедура будет окончена, корм накроют пленкой, чтобы открыть уже ближе к холодам, когда закончатся предыдущие запасы. Юлия Адац, Юрий Косоротов, Весть, Рязань.